Юдина 36. Обычная 12-ти квартирка, правда отличает ее от многих. Критическое состояние электропроводки в местах общего пользования, проще говоря, в коридорах. Жильцы знают об этом, но общего решения проблемы выработать не могут. У меня на данный момент на площадке стоит старый трансформатор, и он постоянно гудит. И как бы из-за этого беспокойство, что мало ли, что пожаров не было. Надо принимать какие-то меры. Есть акт с обследованием электриками, что проводка нуждается в замене. Две воинствующие стороны отчетливо понимают, к чему может привести прохудившаяся проводка. Однозначно к пожару. Пока жители спорят друг с другом, некоторые собственники заменили электропроводку от общего автомата до своих квартир. Я про то и говорю, что мы это сделали уже года три тому назад. Видите, одна квартира подключилась, остальные не желают. Потому что начало мигать у нас свет, и все без конца отключается, пробки вылетают. Нам эти как, вот такие же сделали, как и реле-счетчики-то. Можешь посмотреть, все на каждое у нас по отдельности сделано. К непростой ситуации подключились и власти поселения. Чиновники понимают, в случае пожара пострадают все. Огонь не пощадит ни сторонников, ни противников работ по замене электропроводки. Случись пожар, и люди будут вынуждены заново обзаводиться квартирами и всем тем, что необходимо для нормальной жизни. А это уже совсем другие затраты, которые лягут на плечи людей. В 2013 году сгорел дом 12-ти квартир на Настреге. Шесть квартир, которые муниципальные, и шесть приватизированные. Ни один гражданин не получил жилья в настоящее время. Выплаты составили от нас по пять тысяч на восстановление документов. Поэтому это маленькие деньги. Все граждане вынуждены проживать в съемных и арендуемых квартирах. Поэтому лучше предупредить сейчас, чем потом страдать и искать вынужденное жилье. Пожар проще предупредить, чем бороться с ним. Именно поэтому обследовать проводку прибыли сотрудники пожарной охраны, и как оказалось, не зря. Требуется замена счетчика, ремонт или замена провода заземления. На нем уже видны признаки нагревания и изоляции. Проводка старая в подъездах. Автоматы, как бы, еще, можно сказать, не старые. Но если нагружать их, то может возникнуть нагрев проводки и с дальнейшим воспламенением, и вследствие пожара. После таких новостей жители стали задумываться о судьбе своего дома. Ведь перспектива остаться без крыши над головой не устраивает никого. Мы решили, что мы сначала сделаем каждый свою квартиру, а потом автомат, да, общий сделаем на все квартиры. Общий автомат будет на всех, а тут каждый за свою квартиру. Сейчас впереди у жителей общее собрание собственников квартир, где и решится вопрос о проведении ремонтных работ. Андрей Жилин, Максим Колосов. Новости провинции. Продолжение следует...